Полвека исполнилось следственному изолятору. Сотрудники УФСИН отметили эту дату праздничным концертом в клубе Брянской колонии для несовершеннолетних. Добрый день, дорогие коллеги и уважаемые гости нашего праздника. Мы рады приветствовать всех вас в этом зале. Добрый день, торжественное мероприятие, посвященное 50-й годовщине функционеру учреждения в режиме следственного изолятора, объявляется открытым. Изначально на территории следственного изолятора располагалась тюрьма, а полвека назад на базе тюрьмы был образован следственный изолятор. Поначалу СИЗО был переполнен, но с гуманизацией системы уголовного наказания число подследственных снизилось и не превышает 600 человек. На торжественный концерт пришли действующие сотрудники УФСИНа и те, кто посвятил службе не одно десятилетие. Еще раз слова благодарности ветеранам здесь присутствующих, которые вложили наибольший вклад в развитие этого учреждения в целом, в инициальной системе. Конечно, наверное, слеза наворачивается, когда видишь ветеранов, присутствующих здесь в здравии и здоровье, в добром здравии, получивших какие-то скромные, допустим, от нас подарки. Но, тем не менее, рады, что мы не забыли их и вспоминаем не только в такие торжественные дни, но и по другим случаям. Для многих сотрудников служба в уголовной исполнительной системе – семейная традиция. Игорь Луканихин – пенсионер уголовной исполнительной системы. Его история началась с 1993 года, когда на службу в СИЗО поступил старший брат Виктор. В процессе службы в 1996 году он настойчиво предложил мне поступить на службу, чем, что я и сделал. Прослужил я, поступил на службу младшим инспектором отдела режима, закончил в 2010 году службу на должность заместителя начальника учреждения. Династию продолжил сын Виктора Луканихина и племянник Игоря. По окончанию срочной службы в армии в 2004 году я поступил на службу в это учреждение. Должность младшего инспектора отдела охраны. Потом, с протяжением какого-то промежутка времени, был переведен в подразделение отдела режима, где сейчас прохожу с младшего инспектора. Постепенно добился должности начальника отдела режима. В семье Луканихинах подрастает еще один страж порядка, и он уже твердо знает, кем хочет стать, когда вырастет. Для гостей со сцены звучали знакомые песни в исполнении сотрудников. Между выступлениями вручались награды, медали, присваивались звания. Этот взгляд словно высший суть, для ребят, что сейчас прирастут. И мальчишкам нельзя ни зажать, ни обмануть, ни с пути свернуть.